Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Я только что встала. Уже время 7, где мой телефон? Да, 7. И мне уже надо быстренько краситься, мыть голову, потому что в 11 заедет Жели, и мы поедем к ней на работу. Будем делать классные фотографии, а ещё снимем пару видео. Мне надо взять камеру, штатив, куча одежды, которые я заказала с ШИИН, потому что там будем переодеваться, делать разные образы, разные прически, фоткаться. В общем, как мы всё это делали, любим. Но для начала нужно встать. Знаете, какой жирный блеск у меня по утрам? Это просто ужас какой-то, какая у меня жирная кожа. Хотя бы надо помыть голову, потому что если я сейчас начну купаться, начну лежать в ванной, это дело надолго. Погода, кстати, резко улучшилась. То есть буквально три дня у нас была зима, а сейчас вовсю летом, жара прям. Сегодня 30 градусов. Из последних покупок с сайта ШИИН отобрала три платья, в которых я хочу фотографии. У меня нету фоток в этих нарядах. В одном из них я поеду. Скорее всего, это будет вот это платье. Потому что здесь есть встроенный лифчик, так скажем. А у меня лифчика без лямок, к сожалению, хорошего нету. Поэтому я сделала заказ и заказала кучу белья, такого, знаете, универсального, чтобы можно было с открытой спинкой носить. Да и вообще просто без лямок. Я вчера сходила у нас здесь в городе, хотела себе купить бюстгальтер, просто который приклеивается на грудь, и чтобы сзади можно было с открытой спинкой что-то носить. И вы знаете, здесь у нас ровно в шесть раз дороже, чем это можно заказать ШИИН. Я просто подумала и решила, что все-таки лучше подожду 15-20 дней, но закажу там, чем здесь переплачивать. И, в общем, много всякого белья я заказала, когда привезут все, я вам обязательно покажу. Также маме взяли спортивный костюм, такой крутой, и платье. Большие размеры, кстати, там тоже имеются. И это не реклама, мои хорошие, это чисто мое мнение. Меня все устраивает, мне все нравится. Три наряда, я считаю, что это самое то. Надо еще взять кроссовки с собой и туфли. Мои хорошие, доброе утро. Сегодня мы увидимся с Жалией, сделаем кучу фотографий, а еще хотим снять видео, было, не было. Так что кидайте свои вопросы, на которые можно ответить только было и не было. Жду ваших вопросов, будет видео. Вот такой вот у меня прикид. Не знаю, надеть каблуки или кроссовки. Мне кажется, лучше кроссовки, но мама говорит, лучше с каблуками будет. Я сейчас быстренько сниму для вас мукванг, потому что я без этого не могу. Обязательно надо снять мукванг, чтобы был материал, чтобы вы не скучали, мне не изменяли. Сейчас покажу, что я буду кушать. Это просто вкусняша. Здесь сливки, сердечки. Это приготовила я. И макароны такие огромные. Не знаю, мама говорит, что как-то не очень аппетитно, а по мне очень даже ничего. А здесь огурчик, помидорка, маслины и чаек. Обожралась просто как свинья. Я когда садилась снимать видео, я сама себе обещала, что сильно обжираться не буду, потому что я в платье, которое подчеркивает фигуру и будет торчать живот такой жирный. Но не получилось. Я как алкоголик, знаете. Все, это последняя рюмка. Это последняя вилка. Но ничего, было очень вкусно. Очень. Это просто нереально. Надо вам написательно снять рецепт. Сама. Может на своем канале. Что я возьму из косметики? Ну прям минимум-минимум. Один карандаш для губ, помада от NYX, тональный от NYX, пудра, кисть. А это не надо. И все. И когда будешь выходить из дома, сообщим им. Вы знаете, я подумала. Вроде все вещи собрала. Здесь еще есть место. Хотя мне еще надо камеру, ноутбук и штатив взять. Но это будет в другом пакете. Я решила это платье тоже взять. А это нам попить чай, чтобы не спускаться. Взяла шоколадку Alpingold и чокопай. Две штуки. Беру с собой свои очочки. Так как возьму еще и ноутбук. Мы будем там монтировать. Мама говорит, такое ощущение, что ты переезжаешь. Здесь, значит, ноутбук, штатив, камера. И время сейчас уже 22 минуты 12. Ни я не готова, ни подруга не приехала. Ты моя родость. Тебя сегодня во влоге не было. Подписчики же скучают правильно по тебе. Знаете, какой сладкий мальчик. Он меня уже не кусает. Я его приучила, что маму кусать нельзя. Решила еще взять воду. Надеюсь, этот пакет по дороге не порвется. Только мы дошли до лифта и свет выключился. Сейчас Твикс, мам, выйдет оттуда. Но хорошо, что хотя бы не в лифте мы застряли. А то, прикинь, свет бы выключился, когда я была бы внутри лифта. Наши соседи устроили здесь мусорку, видимо. Бедная женщина, которая здесь убирается. Надеюсь, что они за собой уберут. Ох. Спускаемся пешком. Обычно, когда я беру много вещей с собой, стопудово я что-то теряю. Жали уже сказал, что она внизу. Как отсвечивает. Попросила на сегодня. Я не забыла. Мы вообще, когда договариваемся, я уже ориентировочно знаю, что полчаса туда сюда. Когда Жали всегда звонит и говорит, что вот, там я опоздаю на полчаса, я думаю, yes, класс, как раз. И она говорит, вот я опоздаю. Я такая, ну ничего, ничего, ничего. Ну ничего, что я тебя 20 минут жду. Увидела, как Жали за рулем. Такая классная, крутая чувиха. И так захотела тоже тачку. А может, ну ее квартиру. Куплю себе какой-то рейндж-жовры будем гонять. Сейчас сидим, болтаем с Жали. Когда Жали у меня с ночевкой оставалась, девочка, как ее звали? Кефсар. Вот она только начала заниматься, и сейчас Жали говорит, что она похудела. На сколько, Жали? У нее джинсы аж на два размера, хоть и ей меньше стали. Вот я говорю, что девочка реально занимается, реально делает. Она от души просто занимается. И питается правильно, все отчеты мне присылает. Ну таких реально есть результаты. Я сейчас Айке это рассказываю, что если хочешь, то можно добиться всего. Вот как раз я хотела тоже это заснять, что если ты ставишь перед собой цель, кстати, вот здесь новостройка, я спрашивала, сколько у них стоит квадрат. У них так дорого коммунальные услуги стоят. Я говорю, это не центр, это не город. Почему так дорого? Короче, еще не достроенное здание. Но сейчас не об этом. Да, сейчас вот в ней сейчас поворачиваем. Айка мне показывает дорогу. Кукунает. К ней на работу. От ее дома. Я знаю только от своего дома. В этом мы с Жали одинаково. Вот элементарно меня пять раз отведи куда-то, я все равно дорогу не помню. политические какие-то моменты, еще что-то. Только после того, как у меня появился Рошан, я начала там что-то шарить, он мне начал объяснять, что там... А мне трофик. Тебе-то мы уже объясняли. Я ничего не знаю. Мы нашли друг друга, мы вообще ничего не шарим. Девочки, вот в этом здании я хотела квартиру. Красивое, да? Очень красивое здание. Просто я в мукбанках рассказывала вам про это здание, но, к сожалению, те, кто не живет в Баку, понятия не имеют, что это за комплекс. Мне он очень нравится. Вот как бы я делала? Пришла, увидела бы комплекс. Ух, красиво берем. Я если буду квартиру выбирать, то с тобой, ай. Еще не достроено, оно будет еще краше. Вот, но проблема в том, что это не близко никуда. Красотка за рулем. Делаем вот так. И вот работа Жали. Не совсем это, да, у тебя в бизнес-центре. Сейчас надо вытащить все наши вещи. Ты на каблуках. Я, кстати, каблуки тоже взяла с собой. Но у меня такие старые каблуки. Мне папа обувь новую покупать. Очень классно выглядишь вообще. Жали сказала, что я потрясающе выглядишь. Вот, вот. Мы могли бы это сделать там, в красивом месте, а не здесь, где мы паркуемся. Вот в таком прекрасном месте, которое называется Супермама, у меня работает Жали. Нет, здесь классно, реально. Я обращаю огромное внимание на обстановку. Вот реально. Это для беременняшек, да? Не только. Тут у нас еще и худеют, и набирают мышечную массу. Да, мышечную массу, говоришь. И вид такой. И сновление после беременности. Ой, какие классные кружочки. Мы можем с тобой видео снять с этими кружочками. Зачем они нужны? Кружочками? А зачем этот кружочек? Нужен без него никак? У нас беременные сидят, типа, ослабляются. Да, атмосфера здесь, конечно, офигенная. И главное, вид. Смотрите, как красиво. Море. А здесь что-то строят. А нет, это как раз-таки тот парк, куда я хочу, кстати, пойти. Это когда была война... Давай не сегодня, или сегодня можно? Когда у нас была война с армянами, последняя, это все трофеи, которые мы забрали у наших соседей. Соседи, ваше оружие, танки здесь в качестве трофеев. Прикольно, да, сделали? Там все снимают тиктоки и разные видюшки. Сейчас мы приступаем к фотосессии. Даже не знаю, где именно. Здесь много мест красивых, где можно пофоткаться. Как тебе классно идет эта маечка. Знаете, кто мне подарил? Знаете, знаете, а вот вам не скажу. А вот я вам не скажу. Я знаю. Дети очень хорошо сидит, особенно с этими белыми брюками. А я мне к ним купила такие шорты белые. Ты их не носишь. Я их буду носить на море. Ну? Иначе, ну, лучше меня будет. Если я буду по городу носить. Как вы думаете, что это? Это такие мячики. Жали, как называются эти мячики? Как? Короче, как-то. Я переоделась вот в это платье. Я ей говорю, почему вы когда с Равшаном идешь гулять, не надеваешь каблуки. Она так охренительно выглядит. Все. Все, теперь я буду только на каблуках. Не знаю, почему. Мне как-то некомфортно. Мне кажется, что я как-то выгляжу как дым. Нет, я всегда. Наоборот, когда я встречалась со своим мужем, я всегда была на каблуках. Я очень редко кроссы. Не уставала? Нет. Я очень люблю каблуки. Я на аборт, у меня мама говорит, ты как бабка, говорит. Да, я так вот ходила в ресторан, заходила вот так вот. Буду я глибутская звезда. Так и надо. Ты представь, если сейчас я в кроссах и в бабкиных сандалиях, после замужества, что будет? Так и вообще... Готовься, учи ее надевать каблуки, заставляй ее. У меня говорит, что тебе очень идет. Я один раз надевала каблуки, он сказал, вау, как ты выгляжешь. А потом я на следующий раз уже без каблуков в тапках пришла. Он такой, ну типа, ты не поняла мой намек, видимо. Узовка, там водка с этой стояла. Вот такое вот платье и фишка тут сзади. А это мне Айка тогда сказала, ты тоже в виде романс еще немножко хоть. Можем фотки вместе такие, типа, подружки, подружки. Для кого ты приготовила эти гирьки, признавайся. Ой, ой, я почувствую, ой, они тяжелые. Очень, 0,5. Нет, я просто думала... Они временными пользуются, они тяжелые. Нет, реально я ожидала, что это какие-то пластмасски, они реально тяжелые. Вот, и сейчас я тебе вот эти дам. Ой, нет, эти я не хочу. В общем, тут мы снимаем для Жали, для ее инстаграма. Это твой телефон? Да. Твой или мой? Хочешь, возьми. В общем, снимаем мы здесь, значит, видео, которое будет в инстаграме Жали. Так что, обязательно заглядывайте. Я вам ссылочку оставлю. Наша тренировка, правда, я там как бегемотик, но монтировать буду я, поэтому я вырежу эти моменты. И будет там, где я бегемотик. Нет, ты там нигде не бегемотик. Я просто предлагаю ей какие-то простые упражнения, чтобы было прям вообще легко. Вот, вот это упражнение мне очень нравится. Может, на мячики это по делу? Давай с этими гельками потом уже с мячиком. Ну вот, на мячике можно с гельками. А, на мячике и с гельками. А может, лёжа что-то? Нет, не таки холодильные. Айка говорит, давай просто спать и снимать, и что мы три не любим тебя. Но меня никто не слушает. Жаль, но... Ох, давай. Я не прикидываю, она это вырежет и встает. Слушай, встать, это хорошо. Я вырежу. Это будет очень приговариваю. Ну, я помню. Это чтобы мои смешки убрать. Да, давай. Так, стоп, мы уже начали? Смотри. 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 Противоположная. Противоположная. Вот. Умничка. Только живот заходит. Так, я еще не снимаю. У тебя прям кузико, чтобы не было. Я его собираю. Смотри, поняла, да? Начинаем вот с этой ноги. Какой фонат. Да. Поехали? Раз, два, три. Выдох. 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 У меня все тело. Устит. Мне кажется, достаток. Я не пуема с ним, а мне кажется. Клево? Нет, пуема. Да? Давайте еще раз. Ха-ха-ха-ха. Еще раз. Я представляю, как ты бы еще с тобой в банке сидеть. Ха-ха-ха. Это убитая. Да ладно. О, я снялась, как шесть. Это может просто прескачет. Это я могу. И неправильно уже. Мы все уже отсняли. Теперь надо все это скинуть на компьютер. Здесь тоже стопудово зарядки, наверное, нету. Нет, есть. Такая обстановка. Здесь посидели, выпили чаечек, к сожалению. Сейчас будем еще мукбанг снимать, поэтому на карточке должно быть место. А вообще обстановка здесь такая стоит. Прям хочется заниматься, когда вы видите эти гирьки, эти мячики, коврики. Прям хочется заниматься. Мне кажется, именно ходить в зал заниматься это самый лучший способ действительно похудеть, нежели просто сидеть дома, смотреть какие-то онлайн уроки. Даже заниматься онлайн не настолько приятнее, мне кажется, как ходить в зал. Здесь какая-то аура, такая атмосфера, что прям хочется что-то делать. Я уже устала, хотя сделала пару упражнений, я поняла, что это ненормально. Надо время от времени поддерживать свою спортивную подготовку, а то где-то к 50 лет я просто развалюсь. Заказали суши, сейчас будем снимать для вас лук-банк. Вот такая вот красота у нас здесь, ароматные, вкусные. Вау! Смотрите, какая красота! Ням-ням! Немножко курьер испортил нам настроение, но в этом плане Жали такая, знаете, умеет сказать свое слово, посадить человека на место. Почему-то курьеры иногда себе позволяют на «ты» говорить, например. Попросили поднять наверх, не поднимают. У меня другие заказы есть. Но немножко непонятно, неприятно, конечно, немножко осадок остается в таких моментах, но да ладно. Смотрите, что мы намутили. Вот здесь у нас роллы, чай, тарелочки. Хотели, конечно, снять с этим видом, но, к сожалению, у нас нету ринглайта, и его нереально было сюда привезти. Вот, поэтому, к сожалению, только во влоге могу вам показать этот прекрасный вид, а на мукбанке только вот так. Но это не самое главное, самое главное мы в кадре. Так что вот так. Зато фотки, пофоткали здесь на фоне. Очень красиво получилось. Ракурс получился так себе. А еще я переоделась, как вам? По мне просто офигенно. Девчонки говорят, надо загореть, но мне на самом деле и так нравится. Я белая, почему нет? Это естественно. Сейчас в моде естественность. Вот. Кстати, вот этот вот комбинезончик я советовалась с парнем. Я говорю, заказывать, не заказывать. Мне кажется, как-то слишком коротковато. Он сказал, нет, бери, нормально. и я взяла. Так что девчонки, которые пишут, на что смотрит твой парень, он не разрешает так ходить. Кто сказал, что грубый женский труд не для женщин? Йоу! Это, кстати, стол достаточно тяжелый. Я хотела предложить свою помощь, но потом вспомнила, что она тренер. И я хотела еще сесть на этот стол. Все равно она сможет. Жели может. Все, мы вышли и направляемся в сторону дома. Классно, да, провели время? Офигенно, полноценно прям. Да, прям душой отдохнули и отпахали. Мы целый день провели вместе с утра до вечера. Это ощущение, что у меня пакет вот-вот порвется. Ну все, я поднялась. Поднимаюсь. Я поднимаюсь наверх, домой. Мама уже два раза звонила мне. Ну где-то и скучно без меня. Сосед. Соседушка. Наверное, подумала, что она сама с собой разговаривает. Посмотрите, сколько красиво платьев. Мне она нравится. Жарри тоже в нем фоткалась.